По небольшой пешеходной дорожке на улице Березова часто ходят взрослые с детьми. Оно и понятно, рядом находится детский сад. Притом, по словам местных жителей, это один из самых больших детских садов в городе. Поэтому в будние дни здесь ходят сотни людей. А совсем рядом со зданием располагаются открытые канализационные люки. Получается, где-то около трех. Все остальные вместо положенных по ГОСТу железных крышек, железные люки, положили бетонные плиты. А так прикрыты дверьми. То есть две огромные дыры на данный момент, которые просто прикрыты обычной дверью. По словам местных жителей, продолжается это уже больше шести лет со времен ремонта теплотрассы. После нескольких обращений один из люков накрыли бетонной плитой. Правда, через какое-то время конструкция стала трескаться, и в ней образовалась дыра. Местные жители рассказали, что после дождя, когда земля мокрая, в такую дыру легко может угодить ребенок. Тогда люди засыпали эту трещину. Другие же люки так и стоят, накрытые дверьми. Глубиной и шириной несколько метров сюда легко может упасть ребенок. Если увяжется за кошками, которые живут неподалеку. Или если подскользнется на мокрой земле. На текущий момент несчастных случаев не происходило. По поводу незакрытых люков было несколько обращений. В РМПТС писали неоднократно заявление. Они даже не отписывают по адресу. То есть, наверное, не считают нужным отписать. Чуть дальше, рядом с домом 1Л по улице Березовой, тоже расположен незакрытый канализационный люк. Прямо под окнами текут реки нечистот, и аромат распространяется на близлежащие квартиры. Вместо положенного металлического люка дыру в земле закрыли деревяшкой. Понятное дело, что конструкция и от запаха не спасет, и может сломаться, если на нее наступит человек. Когда ждать улучшения ситуации неизвестно. Несколько лет подряд местные жильцы обивали пороги различных инстанций. Однако никакой реакции нет. Неужели должно случиться несчастье, чтобы городские службы обратили на эту ситуацию внимание? Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».